Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельные новости от ЭЭШ. Вторник, 20 июня 2023 года. Новости энергетики. Генеральный директор Шелл говорит, что зарядные станции для электромобилей в Китае пользуются спросом и прогнозируют устойчивый спрос на нефть и газ. Британский энергетический гигант Шелл наращивает добычи нефти и газа, чтобы в ближайшее время получить прибыль. Он также строит зарядные станции для электромобилей по всей Азии. Генеральный директор Шелл Вайль Саван не знает, каким будет спрос на нефть и газ через 10-15 лет. Это он сказал в среду в программе Squawk Box на СНБС. Честно говоря, любой, кто это знает, в данный момент заработает много денег. Реальность такова, что мы не знаем, сказал Саван СНБС. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе Шелл видит очень устойчивый спрос на нефть и газ, сказал Саван. И мы очень четко заявили, что будем привержены нашему нефтегазовому бизнесу еще долгое время, добавил он. Кроме того, Шелл инвестирует от 10 до 15 миллиардов долларов прибыль с 2023 по 2025 год в низкоуглеродные энергетические технологии, включающие биотопливо, водород, зарядку электромобилей и улавливание углерода. В 2022 году Шелл заработала более 42 миллиардов долларов прибыль. Новости логистики и транспорта. Mercedes-Benz Trucks собирает запустить серийную версию своего аккумуляторного электрического грузовика E-Aktros Longhaul под названием E-Aktros 600 10 октября 2023 года. E-Aktros 600 с новым дизайном призван стать самым экономическим дальномагистральным грузовиком от Mercedes-Benz Trucks по сравнению с обычным дизельным Actros. Запасом хода более 500 километров. E-Aktros 600 получил свое название от емкости батареи в киловатт-часах и отличается высокой емкостью батареи, а также эффективной электрической ведущей осью собственной разработки, обеспечивающей запас хода около 500 километров без необходимости промежуточной зарядки. Mercedes-Benz Trucks ожидает, что этот грузовик заменит большинство дизельных грузовиков в важном сегменте дальномагистральных перевозок и установит новые стандарты с точки зрения экономической эффективности. Производство прототипов для тестовых парков клиентов уже идет, а серийная готовность запланирована на 2024 год. Производство E-Aktros 600 будет производиться на заводах Mercedes-Benz, Verti, Mindgame, Gaggenau и Kasseli. Новости технологий По словам Нетаньяху, Intel инвестирует 25 миллиардов долларов в завод в Израиле в рамках сделки по звукозаписи. Завод KeyArt Gatia должен открыться в 2027 году, работать как минимум до 2023 года. На нем будут работать тысячи человек, сообщило Министерство финансов Израиля. По условиям сделки Intel будет платить налог в размере 7,5% по сравнению с нынешними 5%, добавили в министерстве. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что американский производитель микросхем Intel Corporated потратит 25 миллиардов долларов на новый завод в Израиле, назвав это крупнейшей международной инвестицией в стране. Завод в Kiriat Gatia должен открыться в 2027 году, работать до 2035 года, и на нем будут работать тысячи человек, сообщило Министерство финансов. Согласно веб-сайту компании, за почти 5 десятилетий работы в Израиле, Intel превратилась в крупнейшего в стране частного работодателя и экспортера, а также в лидера местной электроники и информационной индустрии. В 2017 году Intel купила израильскую компанию Mobile Global Incorporated, которая разрабатывает и внедряет передовые системы помощи водителю за 15 миллиардов долларов. Intel вывела эту компанию на бирже в прошлом году. Новости финансов. Япония. Крупные банки запустили план по привлечению инвестиций в зеленую трансформацию. Правительство Японии и несколько крупных банков намерены запустить в течение месяца программу «зеленой трансформации», направленную на привлечение инвестиций в размере 150 триллионов йен, 1,6 триллионов долларов, в течение следующего десятилетия, сообщила в субботу газета Nikkei Shimbank. Проект, в котором будут участвовать такие банки, как Mitsubishi Financial Group, будут сосредоточены вокруг Саппоро, на самом северном главном острове Хоккайдо, который в 2024 году будет определен в качестве специальной зоны для привлечения инвестиций в обновляемые источники энергии. В проекте также примут участие Министерство промышленности и окружающей среды, сообщает издание, не сообщая конкретных подробностей. Правительственные учреждения были недоступны для комментариев из-за выходных. Глобальные новости. Блинкен, чтобы завершить переговоры в Китае, может встретиться с Си перед отъездом. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с высокопоставленным китайским дипломатом в понедельник, в последний день важного визита в Пекин, направленного на стабилизацию отношений, которые испортились после спора о китайском воздушном шаре наблюдателя. Все внимание приковано к тому, встретится ли посланник Вашингтона с китайским лидером Си Цзепинем в тот же день. Мировые державы все больше расходятся во мнениях, и международное сообщество проявляет широкий интерес к тому, может ли поездка Блинкена обеспечить охлаждение напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Обе стороны отправились в этот визит. Первый визит госсекретаря США в Китай за последние пять лет с явно выраженной целью исправить свои отношения, которые были глубоко напряжены из-за множества вопросов. Начиная от тесных связей Пекина с Москвой и заканчивая американскими усилиями по ограничению продажи передовых технологий Китаю. Однако трехчасовая встреча между Блинкеном и главным советником Китая по иностранным делам Ван И подчеркнула серьезные проблемы в преодолении недоверия и трений, которые стали характерными для отношений. Это были еженедельные новости от АЭШ, вторник, 20 июня 2023 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.